Впечатлительным людям, беременным женщинам и детям сейчас лучше отойти от экранов. Даже несмотря на законные ограничения, эти кадры вызывают ужас. На выходных они буквально взорвали соцсети и всколыхнули общественность. Это всё скинул, как сказали, какой-то мужчина, бывший работник этого завода. Он захотел остаться инкогнито. Вся эта информация попала к волонтёрам. Волонтёры тут же приехали в хутор Конный, где и располагается прогремевший на всю страну завод. Я приехала сюда 29 апреля. Первый раз. По сути, нас сюда не пустили на территорию. Мы походили вокруг территории, повынюхивали, попытались найти эти трупы, которые там на фотографиях, на видео. К сожалению, этого мы не нашли. Не за территорией, но мы это увидели, получается, на территории. Потому что нам работники показали место, где сейчас останки вот этих вот сожженных, которых не дожгли лошадей. Это всё до сих пор на территории находится в ямке. По словам работников хозяйства, погибать лошади начали с зимы. Зловонный трубный запах, рассказывают местные жители, почувствовали, как только потеплело. Я лично кучу не видела, но вот так, вот когда это видела лошадью. А я живу вот за вот этой конюшной у нас дома. И вот представьте, какой запах. Жители обратились в территориальный отдел администрации округа. Трупы утилизировали. Как положено по закону, сожгли. Однако о падеже конезавод не сообщил. 28 числа мы уже знали от Ночкона, что падеж действительно был, но он не инфекционный. Чисто механическое повреждение. Где-то старые животные, которые не смогли разродиться. Где-то, возможно, что-то было связано с послеродовым синдромом и так далее. Но падеж был от нас скрыт. Обращений в государственную литературную службу со стороны Ночкона не было. Разбираться в том, что случилось на предприятии, приехали все компетентные органы. Нарушения нашли. Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора 1 мая 2024 года при проведении выездного мероприятия без взаимодействия было установлено, что осуществляется содержание и разведение лошадей с нарушением требований. А именно, были выявлены нарушения, такие как помещения для содержания, для временного и постоянного содержания лошадей находятся в недовлетворительном состоянии. Животные истощены. Кормление животных осуществляется некачественными кормами, что является нарушением статьи 13 Закона Российской Федерации о ветеринарии. Представители конезавода вышли с нами на контакт. По факту, могу есть, чтобы пояснить, что та информация, которая выложена в соцсети, соответственно, негатив, ну, она, наверное, процентов, минимум 80% состоит из фейковых сообщений. То, что там сфотографировано, да, у нас есть был падеж, вот, на тех снимках и на тех видео есть часть лошадей, которые к нам относящиеся, но большая часть это к нам фотографии, не относящиеся вообще. Есть часть снимков, которые датированы еще в 16-м годом. Количество погибших животных сильно преувеличено, утверждает Ершов. То, что там заявлено 52 головы, это не соответствует действительности. У нас падеж составил в этом году, то есть с начала года, 9 голов лошадей. Из этих 9 голов лошадей, 8 голов – это возрастные лошади. Это лошади 2001 года и 2006 года. Средняя продолжительность жизни лошади около 25 лет. То, что предприятие не самое богатое, не скрывают. От проблем своих не открещиваются, недоработки признают. Вот здесь, в загоне, порядка 40 голов годовалого молодняка. Практически все терцы и несколько арабских. Лошади разные бывают, и у них конституция может быть разная у лошади. То есть, когда лошадь дорастет до какого-то определенного периода, ну, тогда делается вывод, оставляется в селекции, смотрится. У нас курирует специалист Срезанского института. В этом ангаре хранятся корма, вот это овес. Видно визуально, что чистенький, без всяких примесей. А вот там ячмень, который смешивают с овсом. Скажите, а вот сколько здесь примерно объем? Здесь порядка 10 тонн овса. К нам подвозится его по мере расходования. Мы примерно тратим около тонны в день. Вот, 5-6 тонн мы выкормим, нам еще подвезут. В ближайшей перспективе планируют отремонтировать крышу ангара. На этапе строительства – корпус маточного поголовья. А вот, кстати, яма, где утилизируют животных. Здесь вот закопан этот падеж. И как пытались выдать, что здесь 50 голов. Но вот вы сами видите, что здесь никак невозможно 50 голов закопать и спрятать. Но это просто очевидно. В планах купить специальную печь. Проблемы с кормами, говорит Андрей Ершов, действительно были. В чем произошло с кормами? Это тоже самое из тех же самых работников, которые это воровство. Не те персоналы, которые дали обслуживать лошадей, непосредственно кормить их. Ну, видно, вот, занижал кормовую порцию. По факту жестокого обращения с животными, правоохранительные органы завели уголовное дело. Идет следствие. Оно на контроле в прокуратуре и следственном комитете. Я думаю, что в ближайшее время мы получим результаты этого расследования. И виновные в сложившейся ситуации будут наказаны. Безусловно, держим руку на пульсе. Все структуры, которые могут быть здесь задействованы, они задействованы. И работают по разрешению данной ситуации. По поручению губернатора Ставропольского края мы сегодняшнего дня проводим муниципальный земельный контроль в рамках своих полномочий по использованию земельного участка, который находится сегодня в аренде у хозяйственной субъекта. И ситуацию держу на контроле. Согласно договору аренды, заключенной сегодняшним руководством, данные земли, почти это 800 гектар, используются для выпаса и сенопроизводства. Мы будем следить за развитием ситуации. Кира Мартынова и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение.